Кожевинный завод в Аркалыке запускали в 90-е годы прошлого века. В 2010-м предприятие за счет заемных средств Казаграфинан закупило несколько станков итальянского производства. После случились финансовые неурядицы. И сейчас, по сути, руководство завода в долгах. Цена вопроса 125 миллионов тенге. А оборудование итальянского и турецкого производства, простаивающее несколько лет, и сейчас готово к эксплуатации в стопроцентном объеме. В год сколько вы можете шкур обрабатывать? В год, если МРС считать, значит, это порядка 40 тысяч в месяц. В месяц? Да. 500 тысяч? Ничего не справится. Да. 500 тысяч в год МРС. Если в КРС говорят, то 200 тонн в месяц. Ну, это порядка тысячу в день. Большой объем. При этом, заверяют руководство завода, весь этот объем будет востребован. Завод даже сейчас оборудован для полного производственного цикла. От сырья до готовой кожи. Есть возможность производить кожевенные обувные подклады, кожевенные полуфабрикаты и красты. Готовую обувну, одежную и перчаточную кожу. Здесь же построен швейный цех общей площадью 700 квадратных метров. Рынок сбыта куда? Рынок сбыта, значит, Италия. Россия сейчас очень неплохо, потому что вот... Россия какие города? Россия, значит, есть Москва, есть Челябинск, Юничел. Сейчас очень большое. Альсамис хоть тем более. Альсамис, Юничел, это фабрика обувная. 500 до Хустана и дальше 300? Нет, не проблема. Это по готовым кожам. Значит, по крастам. В основном, Италия, Испания. У нас есть опыт поставок туда. Чтобы решить проблему с кредитной историей, руководство предприятия готово вложить средства. Плюс взять новые займы для возобновления работы крупного предприятия. Для этого есть хорошая залоговая база. Архимед Мухамбетов поручил решить все вопросы уже на этой неделе и приступать к запуску проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019-2020 годы. Выход на полную проектную мощность уже к 2022 году. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН.